Всем огромный привет! Я только что вернулась из магазина Пятерочка. Что бы вы думали, я получала посылку с сайта Алиэкспресс. Узнала об этом буквально в прошлом месяце, когда оформляла заказ. Это не реклама, если что, просто делюсь информацией. Сейчас делать заказы на Алиэкспресс стало удобнее, они доходят быстрее. Можно оформить доставку на кассу, ближайшей к вам Пятерочке, и это очень удобно. Но, к сожалению, не все продавцы позволяют оформлять заказы доставки в Пятерочку. Но большинство товаров, тех, которые я хочу вам сегодня показать, пришли ко мне именно вот так. Некоторые на почту. У меня есть несколько крутых, очень крутых находок с сайта Алиэкспресс. Те заказы, которые я делала там в последнее время, мне хочется поделиться с вами. Ссылки, естественно, оставлю. Первая находка, какая она долгожданная была, это комплект органайзеров на клипсах. То есть здесь в комплект входят два вот таких больших контейнера, три узких, узких и длинных, и три маленьких, квадратных. Вы можете пристегивать эти органайзеры так, как вам удобно. Абсолютно любым способом. Тут такие клипсы. В таких органайзерах очень удобно организовывать любую мелочевку, может быть в ванной. Также это карандаши, ручки, ластики, точилки на рабочем столе, в выдвижном ящике. У Лизы, к сожалению, нет такого выдвижного ящика. У нее маленький, он прям размером под ручки, вот такой глубины. Ну, в общем, туда органайзеры никак, но я их заказывала для своего макияжного столика. Я знаю, что макияжный столик Хемнес очень популярный, там практически, да, наверное, лидер продаж. И у него есть один недостаток, это очень неглубокий выдвижной ящичек. Там легко, в принципе, можно организовать кисти, там, палетки. Но я не хочу испачкать тональным кремом, еще чем-то какой-то стойкой косметикой сам ящичек. И вот я искала что-то, что туда вместится. Вот этот органайзер просто идеально по размеру, по высоте встает в выдвижной ящик макияжного столика Хемнес. Следующая вещица, которая ко мне пришла, это вот такая щетка бамбуковая для мытья чего-либо. Вообще, я жду еще одну. Вот эту заказала для того, чтобы мыть раковину. У нее очень жесткая щетина, и я думаю, что она просто отлично будет отмывать. При этом она очень органично смотрится на раковине. У нее нет никаких таких ярких цветов. И, в принципе, у меня деревянная столешница, много каких-то бамбуковых мелочей на столешнице. И это не выбивается из общей концепции. И для того, чтобы мыть сковородки, наверное, вот так вот как-то очищать грубо тарелки, для того, чтобы ставить их в посудомоечную машину, я заказала еще с длинной ручкой. Ну, вот что-то она ко мне идет совсем долго, и, по-моему, я их заказала у разных продавцов. Уже показывала вам в видео, когда делала самодельное очистящее средство, комплект из двух вот таких диспенсеров стеклянных. Эти диспенсеры продавались в комплекте. Два диспенсера, три пульверизатора. Ну, видимо, на случай, если один сломается. Вот, пришли в пакетики. Также в комплекте идут две крышечки. Можно в одном из диспенсеров сделать средство, закрутить и поставить до востребования. И еще в комплекте, по-моему, три штуки, я еще не доставала. Вот такие вот стикеры для того, чтобы подписать, что именно находится в этом пульверизаторе. И маленькие воронки для того, чтобы было удобнее заливать что-либо. А теперь покупка, над которой я думала месяца два, наверное, смотрела, думала, стоит заказать, не стоит. И сейчас думаю, почему так долго я не решалась заформить этот заказ. Ведь это же так круто. Три диспенсера для кондиционера для волос, шампуня и геля для душа. Вроде бы такая мелочь, но насколько преображается ванная с одинаковыми вот такими диспенсерами. Плюс они лаконичные, красивые, у них очень удобная помпа, продукт извлекается хорошо. Я заказывала в размере 500 мл, еще есть, по-моему, 250 и есть в другом цвете, в оранжевом. А так и не понять, что это. Это комплект текстильных салфеток для того, чтобы сервировать стол. Я много где смотрела хорошие, красивые салфетки и, в принципе, получается очень дорого. Самый демократичный, при этом красивый вариант я нашла на Алиэкспресс. Я взяла маленькие салфетки размером 20 см. Ну, все-таки это не для того, чтобы руки вытирать или на колени стелить. У меня не ресторан, но иногда хочется очень красиво засервировать стол с кольцами для салфеток. Их я, кстати, тоже заказала, но они пока ко мне не пришли. И поэтому показываю вам, если вы ищете что-то подобное, то я оставлю ссылку. Они действительно красивые. Я не уверена, что это 100% натуральный материал. По ощущениям нет, я пока их еще не стирала, это только сегодня забрала. Но они выглядят очень красиво, они выглядят дешево. Потому что то, что я смотрела на других сайтах по этой же цене, получается, что они, знаете, такие прям синтетические. Ну и то, что я вам уже показывала, это емкость для хранения стирального порошка. Я пользуюсь ей уже месяца два и безумно довольна, ни капельки не пожалела, что заказала. Это эмалированный какой-то металл, наверное, сталь. Очень красивый цвет, очень удобно использовать. Крышка не заедает. Я не использую для того, чтобы насыпать порошок вот эту ложечку. Она скорее висит для красоты. Там у меня внутри прям мерная ложечка от порошка. И вот такой бежевый цвет сейчас набирает популярность снова. И он настолько универсальный, я думаю, подойдет практически к любой ванной. Конечно, не к каждой, но практически к любой. Обратите внимание, это очень красиво. Потому что раньше, я помню, несколько лет назад покупала различные коробки в виде стиральной машины. Но это выглядит не так круто, как вот такого плана емкость для стирального порошка. На этом, в принципе, и все. Вот с Алиэкспресса всегда так, что ты заказываешь, чего ты постоянно ждешь. А по факту это не так уж и много. Я жду еще кое-какие заказы. Но я поняла, что если я буду все заказы ждать, это видео, наверное, никогда не выйдет. А сейчас я хочу скорее заняться организацией своего макияжного столика вместе с вами. Меня сложно назвать минималистом как вообще, так и в косметике. В косметике у меня много, много кистей для макияжа. Но я всем этим пользуюсь. Не всем очень часто. Иногда чем-то я пользуюсь достаточно редко. Но все-таки пользуюсь, потому что мне нравится что-то менять. Я не люблю пользоваться одними и теми же тенями, одними и теми же румянами и тому подобное. Мне постоянно хочется что-то поменять. Это вот сидит в моем характере. Если что-то однообразно, то я начинаю грустить как-то, скучать. Мне становится скучно. В этом выдвижном ящике хранится та косметика и аксессуары, которые я использую практически каждый день. Ну, во всяком случае, очень часто. И я здесь не навожу какой-то прям порядок сегодня. Просто освобождаю ящички, пылесушу, протираю от пыли и каких-то пятнышек от косметики и раскладываю косметику в органайзеры. Вчера вечером во время прогулки мы зашли с мужем на рынок и купили фруктов, овощей, и я увидела тыкву. Поняла, что в этом году я еще не готовила тыкву, хотя я ее очень люблю. Но тыкву в нашей семье едим только я и Ульяна, а Саша и Лиза вообще не едят тыкву. Ну, Саша в принципе не то, чтобы ее избегает, но запеченную тыкву он есть не станет, а я очень люблю просто запеченную тыкву с сахаром. Готовлю я ее таким образом. Очищаю тыкву, нарезаю некрупным кубиком, помещаю в форму для запекания, посыпаю так щедро с сахаром и даю постоять 30-40 минут, пока тыква не выделит сок. И только потом ставлю ее запекаться. Она получается очень сладкая, вкусная, ее очень вкусно добавлять в кашу. Можно отдельно сварить рисовую кашу на молоке и добавить туда уже запеченную тыкву. Получается очень вкусно. Также, если вы вдруг не знали, тыкву можно есть сырой. И это еще вкуснее. И на мой взгляд, иногда это еще вкуснее, даже чем приготовленная тыква. Она хрустящая, сладкая, но достаточно тяжелая на желудок, поэтому много есть ее не стоит сырой. Но она, кстати, очень полезная и, по-моему, даже пользы в ней больше, если есть ее сырой. К началу новой недели я люблю приготовить какие-то закуски или овощи запечь, там, отварить на ближайшие 2-3 дня, для того, чтобы была такая добавка к основной еде. И сегодня я решила приготовить морковь по-корейски. У меня есть просто отличный рецепт. Она получается гораздо вкуснее, чем любая покупная морковь по-корейски, а готовится очень просто. Самое сложное в этом случае натереть морковь. Для приготовления моркови по-корейски нам понадобится 1 кг моркови, 4 столовые ложки яблочного уксуса. Сразу хочу сказать, что у меня яблочного уксуса не было, я использовала обычный 9% столовый уксус. Получается тоже хорошо. 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка черного молотого перца, 1 чайная ложка соли, 3 дольки чеснока, растительное масло, полстакана. Высыпаем все сухие ингредиенты к моркови, а потом вливаем масло с уксусом и хорошо-хорошо перемешиваем, просто чтобы все хорошо перемешалось, накрываем крышкой или пленкой и оставляем в холодильнике на ночь. Прошла ночь, готова моя морковка по-корейски. Смотрите, она пустила много сока. Так, уменьшилась, была полная. И это очень вкусный рецепт с этой морковкой по-корейски. Можно есть просто, можно так же делать салаты. А я сейчас, наверное, переложу в стекло свою морковку для хранения, потому что она пахнет на весь холодильник. Она у меня была под пленкой, и она пахнет просто на весь холодильник. Я прерываюсь на семейный обед, жду мужа с работы и все садимся обедать. Картошка по-деревенски и курица. Наверное, это фрикассе из курицы или что-то в этом роде. Не записала для вас рецепт, потому что фантазировала на ходу. Сейчас расскажу, как готовила. У меня это были уже заготовки из цыпленка, то есть такие части уже порезанные, замороженные и замаринованные. Я курицу разморозила, обжарила на смеси растительного и сливочного масла, поджарила до румяной корочки, потом убавила огонь, добавила немного горячей воды, потушила минут 15, потом добавила шпинат, до готовности шпината довела курицу, и после чего добавила сметану. Ну, естественно, соль, перец и паприка. В последнее время я всё больше замечаю, что всё чаще уделяю время каким-то таким местам, которым уделяю время редко. И я поняла, что это тот самый какой-то осенний-зимний период, когда мне хочется навести порядок во всём доме, чтобы везде было идеально, красиво, везде было чисто и везде был порядок. Ну и раз такое дело, то я объявляю марафон порядка. Предлагаю вам вместе со мной уделить внимание каким-то забытым местам, навести порядок там, где давно это не делали, чтобы глаз вообще ни за что не цеплялся, и к Новому году мы пришли с абсолютно чистым, красивым домом. После ремонта в прихожей я так и не сделала уборку в этих стеклянных книжных шкафах. Здесь очень много пыли, в том числе и вот этой строительной, всё-таки она забилась чуть-чуть через щели. Поэтому сегодня я буду даже пользоваться пылесосом, хочу протереть всё, что там находится, хорошо расхламиться. В своей уборке мне с одной стороны хотелось полностью освободить полки, но с другой стороны не хотелось всё это как-то уносить, содержимое шкафов разносить по всей комнате, я просто убирала по полочкам. Сначала с верхней полочки всё перекладывала на нижней, протирала, а потом расставляла так уже, как считаю нужным. Первым делом я всё убираю с полок и решаю, что здесь остаётся, от чего я избавляюсь, а что уберу в коробку, где хранятся всякие памятные вещи. Если честно, я не дизайнер и ничего специально не покупала для того, чтобы как-то задекорировать этот книжный шкаф. Хотя мне очень нравится, когда красиво как-то специально расположены декоративные фигурки, книги как-то специально художественно разложены на открытых полках или книжных шкафах. Но у нас, во-первых, стекло не чисто белое. Когда стекло чисто белое, тогда всё выглядит иначе. У нас оно затемнённое. С одной стороны, затемнённое стекло скрывает какие-то недостатки, какие-то недочёты. С другой стороны, прям красиво что-то расположить сложнее, потому что нет такого акцента на предметах, которые стоят внутри. Но я повторюсь, ничего специально не покупала. У нас книжные шкафы несут больше такую функцию хранения книг. Причём книги здесь хранятся всей семьи, и многие книги покупал ещё папа мой. Есть книжные романы, которые очень любит моя мама. В общем, они до сих пор здесь хранятся. Я от них не избавляюсь, потому что они не занимают очень много места. Если бы они мешали, например, если тесно, и в помещении просто нет места для хранения книг, книги забирают место для хранения чего-либо другого, тогда я бы от них избавилась. Но так как это открытые стеклянные шкафы, хранить в них что-то там хозяйственное, вещи какие-то, ещё что-то, ну, не представляется возможным. Либо нужно убирать стекло. С непрозрачными дверцами, конечно же, я могла бы использовать этот шкаф по более практичному назначению, но есть так, как есть. В принципе, меня всё устраивает, и мне очень нравится, когда расставляют книги по цветам. В интернете очень много таких красивых, вдохновляющих картинок. Книги при этом расставляют, не ориентируясь по высоте книг, а именно по цветам корешков. И если в этом шкафу книг не так много, то в шкафу, где хранятся детские книги, я смогла разгуляться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кстати, здесь до сих пор хранятся мои учебники старших классов, начиная, наверное, с 8-го, ну, ближе туда к 10-м, а может быть, только 10-й, но, в общем, разные есть книги, и история России, и химия, и физика, задачи по алгебре, контрольные работы по алгебре. Я от них не избавляюсь, потому что мне, если честно, современные учебники не близки. Мне также непонятно, почему в современных учебниках нет правил, которые введены в красную рамочку, как было у нас. Это очень удобно. И не избавляться от учебников мне посоветовала соседка. У нее дети более взрослые. Она мне как-то сказала, когда у моих детей проблемы по учебе, я достаю свои старые учебники и говорю, открывай и читай, и ребенку все понятно. К сожалению, у меня не сохранились учебники за более ранние классы, но эти я решила оставить. К тому же есть разные учебные пособия и учебники по обществознанию, а эти предметы очень полезны для поступления. Не знаю, пригодятся или нет, но они, повторюсь, мне не мешают. Субтитры сделал DimaTorzok Часть уборки я вырезала, потому что мне показалось, что это достаточно статичный процесс, и я не хотела, чтобы вы заскучали, поэтому немножечко сократила уборку. Во втором шкафу книг гораздо больше, и, если честно, что там только не хранилось, потому что в последнее время я и так собиралась навести там порядок, разобрать их, все хорошо убрать, и когда в голове у тебя сидит мысль о том, что я все равно буду здесь убирать, начинаешь складывать какие-то мелочи, какую-то ерунду, которую некуда положить вот в эти шкафы. И мысль о том, что все это тебе нужно разбирать, потом сидит в голове, гнетет и убирать не хочется. Переходить к тем полкам, на которых хранятся детские книги, было немного страшно, потому что детских книг и различных развивающих пособий очень много, и при этом где-то 95% всех этих книг куплены для Лизы, потому что она всегда очень любила читать. Ну, если не с рождения, конечно, то с младенчества точно. Сначала она любила, когда ей читают, пока не умела читать, с удовольствием слушала стихи, рассказы. Лиза до сих пор очень любит читать. Любовь к чтению у нее не прошла, и она постоянно покупает себе какие-то книги, комиксы. Ее это очень интересует, в отличие от Ульяны, которая книгами практически не интересуется. Но я решила от этих книг не избавляться в том плане, что я не хочу их сейчас куда-то складывать, решать, кому их отдавать, зачем, куда нести, где их хранить. Я решила красиво расположить их по полкам, и если кто-то придет к нам в гости из родственников, у которых маленькие дети, вернее, когда к нам придут родственники с маленькими детьми, я скажу, что у меня есть книги. Пожалуйста, на здоровье выбирайте то, что вам интересно и может пригодиться. К тому же я надеюсь, что у Ульяны проснется интерес к чтению книг, потому что я сама очень люблю читать, и для меня это нечто совершенно другое, чем просмотр сериалов или чтение каких-то статей в интернете. Так что от книг избавляться я не спешу, тем более здесь большинство книг все-таки не для малышей, а для более старшего возраста. Может быть, Ульяне будет интересно. Ну, а в крайнем случае, если эти книги никому не будут нужны, то я отнесу их в детскую библиотеку. У нас тут недалеко она есть, районная. Вот такой вот результат у меня получился. Если честно, я безумно довольна результатом, а если еще представить, что эти книги стоят на белом фоне, то просто картинка из Пинтерест. Я очень надеюсь, что этот ролик вас замотивировал, вы нашли в нем что-то полезное, каждый для себя. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк к этому видео. С вами была ваша Леля Власенко. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok